Актуальность сегодня Актуальность сегодня Дело в том, что 13-е их непосредственно Мили Меджей состоялось 13-е пленарное заседание Тюркпа И тут надо сказать, что непосредственно на встрече с президентом Очень много говорилось о важности вот этого некого единения тюркоговорящих народов Стран, о том, что все это на пике, на подъеме, но это надо еще и укреплять Но господин президент, он в беседе непосредственно с представителями парламентов этих стран Он подробно коснулся, я бы сказал, того, что происходит на треке Армении и Азербайджан По мирным переговорам И там были достаточно интересные моменты Если позволите, я буквально приведу цитату Одну, которую сказал с вами президент Которую он говорил Ну, в каком состоянии сейчас находятся переговоры И какие вопросы все еще есть То есть он сказал, что у нас никогда не было и нет территориальных претензий Ни к одной из стран, включая Армению Это у них, говоря именно об Армении, были территориальные претензии к нам Это в их декларации о независимости, которая потом стала частью их конституции Есть территориальные претензии к Азербайджанам Ну, дальше он сказал, что это их часть их идеологии Он особо отметил некие претензии у Армении к братской нам Турции Он сказал, что там лепят некий образ азербайджанцев и турков исключительно в негативном тоне И опять же, возвращаясь к мирному договору и той ситуации, которая сложилась с конституцией Армении Он сказал, что, конечно же, заключение мирного договора между Арменией и Азербайджаном При том, что нынешняя конституция Армении остается неизменной, просто невозможной Во-первых, на фоне тех позитивных заявлений, обнадеживающих заявлений, которые мы слышим Что до конца года Армения и Азербайджан могут выйти к какому-то документу Вот это то, что в конституции нет изменений И в последние дни, я знаю, вы тоже замечали, что мы слышим из Еревана заявление Которое не указывает на то, что Армения готова к изменениям в своей конституции Напротив, у них оказались претензии к нашей конституции Поэтому я бы все-таки хотел бы, чтобы вы нам обрисовали ситуацию Можно ли в этих условиях говорить, что переговоры, несмотря на весь оптимизм, в некотором смысле в тупике Перед тем, что ответить непосредственно на вопрос, давайте для зрителей, может, это будет интересно В чем же все заключаются вот эти все претензии? Ну, про нас в отношении конституции Армении, наши претензии Армении, они ясны Про это сказал президент, все знают Да, у них есть декларация о независимости, которая содержит ссылку на решение 1 декабря 1989 года О так называемом воссоединении Нагорного Карабаха с Армянской ССР, как тогда было И которая стала потом частью независимой, Конституции независимой Армении Да, но дело не в этом, потому что помимо вот этого Конституция является самым высшим законодательным актом Исходя из этого, если мы посмотрим на другие действия законодательной власти, парламента В 1992 году был принят документ, что не признавать азербайджанскую юрисдикцию над Карабахом Конституционный суд Армении в свое время признал Кочаряна действительным кандидатом на президентскую должность Потому что у них есть пятилетний ценз проживания в Армении И решение в 1998 году, он стал президентом, а он не жил 5 лет в Армении Он жил в Карабахе, в Азербайджане И Конституционный суд признал, что его проживание в Карабахе считается как это То есть вы знаете, почему и вот нас сейчас стали сразу же, естественно, те люди, эксперты Которые всегда готовы выступить в защиту армян Они начали заявлять, что вот опять Азербайджан выдвигает какие-то претензии и так далее То есть ситуация, когда мы подписываем мирный договор и через 5-10 лет, скажем, Пашиняна нет Или кто-то другой скажет, что вы знаете Конституционный суд может вообще ликвидировать этот договор Что касается армянских претензий к нам, Аррат Мирзаян недавно их, значит, про них говорил И сказал, что вот в Азербайджанской Конституции тоже есть ссылки на то, что Азербайджане является правоприемником Азербайджанской демократической республики И АДР, территория АДР, 18-20 год, включала и армянские территории Ну, то, что он отчасти это признает, может быть, и неплохо Но он, правда, это говорит, что это азербайджанская версия Но, вы знаете, объявлять себя правоприемником и содержать статьи Конституции или же декларации На прямую ссылку на территорию, это совершенно разные вещи Россия тоже объявила себя правоприемником Советского Союза Это совершенно разные вещи Правоприемник это... Там сейчас у нас нет времени все это говорить Но, вместе с тем, современная Россия признает независимость всех бывших республик Советского Союза Это совершенно разные вещи Здесь, вот в армянском стиле, они все хотят бросить в кучу Что касается непосредственно ответа на ваш вопрос Здесь есть, конечно, и положительный комментарий от МИДа Азербайджана В отношении, вот, мы получили ответ уже, так скажем, в девятой редакции Это немножко даже контрастирует с тем, что мы сейчас слышим Да, там говорится, что вопросов стало все меньше и меньше Но, вы знаете, скажем так, есть определенная положительная динамика В отношении, вы знаете, там был целый ряд проблемных вопросов То есть, если взять процентность вопросов, проблем То они, конечно, сейчас уменьшились, вот, в последней редакции Но вот этот вопрос, очень важный вопрос, остается на повестке дня Как все прогнозировать сейчас тяжело Вы знаете, мне кажется, в Армении сейчас тоже ситуация непростая Пашиняна обвиняют, что он делает, типа, слишком много уступок Может, они сейчас хотят показать, что, мол, мы, если даже будем менять конституцию Армении Не по давлениям Азербайджана Возможно, на это назначен Поэтому я, так скажем, свой оптимизм небольшой, так скажем То есть, слово «тупик» вы не готовы использовать Нет, тупик не может, даже сказал бы, что есть определенный осторожный оптимизм В отношении процесса Потому что я, вот, были у меня недавно, тоже скажу, контакты С армянскими экспертами И, как я понимаю, ну, опять же, это, может быть, субъективное мнение этих экспертов Все же они хотят заключить мирный договор И закрыть этот вопрос, как ни странно Понятно Садхам, ваше мнение хотелось бы узнать Я единственную оговорку сделаю То, как армянская сторона говорит об этой конституции Да, вот, азербайджанская сторона говорит Ну, куда уж дальше, да, президент говорит Не поменяйте конституцию, мир мы не можем подписывать А вот сейчас риторика армянской стороны Она словно, знаете, как она закрывает себе дорогу назад Понимаете, она делает это максимально так Чтобы их общество, завтра, даже если они придут к решению Что, да, надо менять конституцию Ну, вот, как бы общество скажет, что, ну, не вы ли это говорите Вот осознанно, знаете, они сами себя загоняют в угол Такое ощущение Садхам? Я с вами совершенно согласна И если на этот вопрос смотреть глобально, геополитически То, конечно, у Армении был и, может быть, еще немножко остается Исторический шанс Вообще на корню решить эту проблему И установить мир с Азербайджаном Тем самым дать возможность собственной стране Не потерять государственность Развиваться и стать частью вот этого региона Но мне кажется, что вот, как вы правильно говорите Глобально они сейчас упускают этот шанс И эта очень серьезная историческая возможность Для них становится совершенно уже невозможной Я думаю, что если найдутся в Армении силы Которые все-таки оставят вот это окно возможностей И, что называется, в последний вагон запрыгнут То тогда есть у Армении шанс все-таки вернуться К тому, чтобы сесть за стол переговоров с Азербайджаном Заключить мирный договор И стать, как я уже сказала, частью этой глобальной геополитической миссии Поскольку сегодня в регионе очерчивается Очень интересная политическая ситуация Сейчас все очень развивается динамично И я бы сказала, полностью меняется Ну, если там брать в целом, что происходит в мире То мы видим, что и международные институты трансформируются И международная система в некотором смысле Ну, где-то даже, я бы даже сказала, и рушится А где-то просто принимает некие другие формы С этим не считаться нельзя Можно делать вид, что этого не происходит Но на самом деле, через некоторое время Я думаю, что в историческом формате Это даже будет очень короткий срок Мы увидим совершенно другие возможности С точки зрения развития вот в мировом масштабе И регион, скажем, Кавказа в целом Ну, я даже в данном случае выбрала весь регион Включая там Иран, и Турцию, и, естественно, Грузия, Армения, Азербайджан, Россия Здесь открывается очень много новых и интересных возможностей И об этом уже неоднократно на мировых площадках говорили Поэтому Армения, если вот вы даже посмотрите Ну, с точки зрения каких-то больших политических, геополитических проектов Она всегда остается за бортом Ни в одном из серьезных глобальных Ни энергетических проектов, ни политических Армения фактически не участвует Сегодня она находится в роли, ну, какой-то, знаете, рабыни Просящей рабыни, которая вот мечется и не знает, куда бы ей податься Для того, чтобы привлечь какие-то новые силы То им нужно, чтобы их границы охраняли То они там пытаются кого-то привлечь в качестве лоббистов Для того, чтобы на европейской арене лоббировали их интересы и так далее Поэтому в данном случае хотелось бы, конечно, чтобы разум восторжествовал И руководство, политическое руководство Армении действовало Исходя исключительно из государственных интересов Но будем смотреть Сложно сейчас что-то предугадать вот в этом направлении Да, понятно Уже мой гость, есть еще один момент В высказаниях господина президента Которая вот стала новостью в новостных лентах Сразу ее отметят Потому что до этого этого не было известно Он сказал, что мы уже предложили армянской стране Чтобы Азербайджан и Армения вместе выступили с обращением к ОБСЕ Для упразднения минской группы В ней нет никакой необходимости Она сейчас не функционирует Мы де-факто не позволим ей функционировать Что касается де юри, то юридически она должна была упразднена Это похоже И это покажет, насколько Армения искренне Если Армения предпочтет сохранение минской группы Значит их территориальные претензии к нам продолжаются Ну и то, что Азербайджан не хочет Чтобы минская группа даже де юри функционировала А она не функционирует Просто она есть в документах ОБСЕ Это было известно Но то, что мы предложили Армении И здесь я хочу узнать ваше мнение Данная мысль предложения озвучивается Потому что мы видим некий положительный сигнал Понимаете, если вы делаете человеку предложение Вы, наверное, чувствуете, что готов он с ней согласиться или нет Или напротив Мы хотим в этой ситуации Мы видим, что они не согласятся Мы хотим всем показать Что вот посмотрите, как они себя ведут Я почему это говорю Дело в том, что мы и в студии об этом говорили Например, есть такой американский дипломат Луи Боно И товарища Луи Боно, когда назначали Вот, чтобы он приезжал к нам в Кавказ И так далее На сайте Государственного департамента США Есть заявление Энтони Блинкина по этому поводу Энтони Блинкин называет, кем он его назначает А дальше подробно рассказывает Чем будет заниматься опции Функционал, в чем Луи Боно Там нет слова «минская группа» Но, несмотря на это, каждый раз, когда Луи Боно приезжает в Ереван В пресс-рейзах МИД Армении Его называют американским сопредседателем минской группы Вот такая ситуация Я все-таки хочу понять мотивы нашей Такое предложение Армении Ну, я думаю, что где-то они пытаются цепляться За, скажем, старую терминологию Хотя, с другой стороны Вот сейчас тоже будет интересно Действительно ли она искренне хочет мира На сайте МИД Армении убрали секцию про Карабах Правда, говорят, что они собираются сделать Так скажем, обновить, апдейт Вот посмотрим Если это, конечно, происходит Именно в том формате Посмотрим, в каком формате это произойдет То это тоже показывает отношение МИДа Я думаю, что В принципе, понятно Что минская группа не функционирует Американцы сами это поняли Поэтому То, как они определили Господина Боно уже об этом говорит Его должность общеизвестна В ОБСЕ из-за того, что существует процедура консенсуса Ликвидировать эту группу Это только возможно при помощи консенсуса Поэтому и делается предложение Вот Азербайджан сделал предложение Армении Это тоже, так скажем, лакмус Такой тест Показать действительно Вы готовы прогнозировать их ответ В этих условиях? Вы знаете, опять же Они верят в существование Минской группы Понимаете, они пишут в своих пресс-союзах Может быть, кто-то им советует Я думаю, мы знаем, кто там Французы советуют, что нет Вы держите этот Как-то инструмент все же есть на бумаге хотя бы Он пускай будет Потом Может быть, через сколько-то лет Они думают, что он понадобится Но, естественно, если они действительно всерьез задумались о мире И, опять же, те сигналы Некоторые месседжи, которые идут от некоторых людей в окружении Пашиняна Что они действительно хотят уже этот вопрос закрыть Такое у меня информация Мы хотим проверить товарищей из Армении на искренность Я так понял из вашего ответа Санхам, вы что думаете? Ну, хотя бы, если уж так выяснилось, что мы хотим их проверить Вы готовы спрогнозировать? Нет, извиняюсь, это не просто проверить Это действительно мы идем То есть идет процесс заключения мирного договора Идет процесс согласования, вернее, текста договора А если становится все меньше и меньше спорных моментов И если действительно, скажем, на каком-то этапе в этом году уже Мы придем к консенсусу То, заключив мирный договор Мы ставим крест на всем, что было, скажем, на истории конфликта И здесь действительно со стороны Армении И в международных организациях должны произойти Какое-то определенное Должны произойти определенные изменения Понятно, вы сказали, что все меньше и меньше А там целая конституция без изменений еще остается Но все же Санхам, вы готовы спрогнозировать, какой будет реакция армян На то, что вот Азербайджан предложил им Ликвидировать минскую группу ОБСЕ? Я спрогнозировать, может, готова Вы знаете, Кенан, традиционно у меня мало оптимизма по поводу Армении И ее желание реально идти и демонстрировать Собственное желание налаживать отношения с Азербайджаном У меня всегда складываются ощущения И в этот раз тоже оно такое же Что Армения ведет такую двойную игру параллельную Я думаю, что это все понимают, и эксперты, и все, кто участвует в переговорах Что мы там два пишем, один в уме У них всегда происходит Вот они что-то говорят А параллельно шаги их демонстрируют прямо противоположные Мне кажется, что Азербайджан ведет в этом смысле Такую очень правильную политику В том плане, что когда ты ведешь переговоры с Ну там, не знаю, в данном случае противником Или же даже партнером Когда ты ведешь переговоры Ты всегда логически выстраиваешь Такую цепь закономерностей Или шагов, или поступков Которая бы в итоге Это как в шахматах, знаете Привела твоего оппонента К какому-то заключительному шагу Который для него окажется Либо провальным, либо успешным И вот в данном случае Азербайджан просто предлагает Но опять же Здесь нет никакой игры в кошки-мышки Здесь вполне себе такая политика Основанная на международном праве И на логических действиях И им говорится, что вот вы Сделайте такие шаги Мы сделаем такой Вот мы сделали такой А вы сделаете этот шаг И в итоге мы придем к тому К чему мы идем Но мы видим, что когда В какой-то момент Армения приходит в тупик И им говорят, что вот Поступите так Они просто переворачивают шахматную доску И говорят, что все Давайте начнем заново играть Примерно у меня вот такое ощущение Но здесь надо, наверное, все-таки Не сбрасывать со счетов И внутриполитическую ситуацию В Армении Она не такая простая И то политическое руководство Которое сегодня должно Принимать эти политические шаги Оно, конечно, находится Под серьезнейшим давлением Давлением как внутри страны Так и внешним Поэтому я думаю, что И азербайджанские политологи И президент Азербайджана Понимая все это И эксперты, которые ведут Внутри вот эти дипломатические переговоры Они все это понимают И учитывают, скорее всего, эту ситуацию Понятно Я изначально скажу, что Я, конечно же, разумеется Поддерживаю такую инициативу Это было бы хорошо Но как журналист, который На протяжении многих лет Вот слышит то, что говорит Армянская сторона Здесь это, ну, похоже на то Что Арарат Мирзан Должен съесть свою шляпу Да, вот я вот так должен Нет, не, вы знаете Мне все же Мы должны проанализировать Понятно При всем Потому что у нас есть груз Трагедии И конфликта Посмотрите С элементами Главными элементами Армянского национализма Шовинизма Была Великая Армения С концентрацией на Карабахе Ну, и Западная Армения Тоже территории В Турции Арарат и так далее Была Армянская церковь Диаспора и так далее То есть эти элементы Которые двигали эту машину И, конечно, внутри Армении Там достаточно такой Националистический элемент От всех этих Вроде бы Как бы они начинают отказывать Пашинян заявляет Что надо Отказаться от мифической Армении От Карабаха Тоже фактически Мы видим Что все действия Направлены Чтобы Как говорится Это тоже вопрос Закрыть Там вот Действия Про карабахских активистов И вот сейчас Мы видим Последний третий столб Это Армянская церковь Против нее Тоже началась уже То есть со стороны Пашиняна Поэтому эти действия Они где-то указывают Опять же Сто процентов Конечно ничего прогнозировать Нельзя в отношении Армении Но Вот эту всю динамику Если анализировать Серьезно Без вот какой-то Такой Эмоции То мы видим Что идет Отказ От Скажем Того На чем Основывалась Армянская идеология Вот Национализма И поэтому У меня есть Определенные Скажем Мысли По поводу Что они хотят Действительно Заключить этот Мирный договор Да Конституция Остается Проблемным моментом Но Опять же Я говорю Пашинян говорил Он Немножко Периодически Конституцию Надо менять От мифической Армении Надо отказываться Да Ну будем надеяться Так и произойдет Раз уж мы говорим О встрече Президента Азербайджана С представителями Тюрква Я хотел бы Он Дело в том Что он говорил И о том Какое будущее Он видит Вот Объединение Тюркоязычных стран Он сказал Что Во-первых Мы ожидаем Уже В скором времени В городе Шасп Состоится Саммит Глава Тюркоязычных государств Он сказал Что Уверен Что Шинский саммит Станет важным Шагом В направлении Там будет Продемонстрировано Наше единство А также Будут обсуждены Конкретные вопросы Глава государств Представители парламента Гражданства Все слои Общины Должны С совместными усилиями Бить в одну точку Чтобы Тюркский мир Стал сильнее Вот дальше Господин президент Сказал одну фразу Уверен Что наступит день Когда Все мировые вопросы Все мировые вопросы Будут решаться Путем консультации С организацией Тюркских государств Погнал сказать Что это Достаточно Амбициозная Заявка Это Наверное Ничего не сказать Потому что В сегодняшнем мире Как бы он Не был бы В некотором смысле Фрагментирован Есть Некоторое Количество стран На пальцах Одной руки Или институции Международных У которых Именно такая роль С ними надо Консультироваться Чтобы что-то Вообще решать Тут же Азербайджан Предлагает именно Объединение Тюркских стран Я хотел бы Чтобы вы Немножко Раскрыли Эту тематику К чему мы Идем Я не знаю Это Какое-то Кресло В Совете Безопасности ООН Или что это Во что это Должно вылиться Кресло В Совете Безопасности ООН Это вопрос Более сложный Потому что Туда даже Не могут попасть Многие Другие Страны С весом Сейчас В международных Отношениях Можно спорить С положительным Или отрицательным Ну Есть Все Реформы Уже 30 лет Обсуждаются Давайте Посмотрим Я знаю Что бывает Сразу Какой-то Иногда Скептицизм Посмотрим Какой путь Проделала Организация Все это Начиналось Со встреч На высшем Уровне Никакого Формата Такого Не было Постоянного Встречи Тоже иногда Были непостоянные Потом Появилось Вот как раз Мы в этом году Отмечаем 15-летие Нахчеванского Договора Так называемый Чурский совет И за эти 15 лет Он превратился В международную Организацию С постоянно Действующими Институтами В Стамбуле Штаб-квартира В Баку Несколько Институтов В Астане Вот сейчас Насколько я знаю В Ташкенте Будут И так далее То есть Мы видим Институту 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 Это очень важный Процесс Теперь вопрос Его Скажем Признание На Межридном Уровне Взаимодействия Именно Как с Организацией Я думаю Что к этому Мы тоже Придем Потому что Не все Так быстро Делается И что Я хочу Отметить В Организации Тюркских Государств Никто Никого Ничему Не принуждает Никто Никого Не учит Никто Никого Не учит Никто Никаких Старших Братьев Нет Старших Сил Нет Да Есть Можно Сказать Что Какие-то Движущие Силы Есть Кто Более Заинтересован Кто Менее Но в целом Я хочу Сказать Все Очень Корректно Происходит Поэтому Я думаю Что Здесь еще Есть Даже Транспорт Энергетика Он имеет Международное Значение Так уж Совпало Да Так уж Совпало К этому Европейский Союз Объявил 10 Миллиардов Евро Значит Инвестиций В так Назов Глобал Гейтвей Да Программу А это Связано С Центральной Азией Это Основные Действующие Игроки Тоже Это Страны ОТС ОТГ Поэтому Я думаю Что Мы к этому Пойдем Мы к этому Будем Идти Постепенно Естественно Ничего Так быстро Не происходит Если посмотреть Какой путь Мы проделали За 30 лет И уж Точно Если Вопросы Будут Касаться Региона Ближнего Востока Каспия Центральной Азии Естественно С ОТГ Будут Советоваться Ну это Традиционно Наши Исторические Регионы Зато Есть еще Одно Высказывание Господина Президента Которое Он Говорил С точки Зрения Как складываются Наши отношения С Европой Скажем так С Европейским Союзом Он отметил Что вот В периоды После войны 2020 года Вот как бы У нас как-то С некоторыми Европейскими Странами Скажем Даже сколотить Антиазербайджанскую Группировку Сегодня По меньшей Мере Три Страны Европейского Союза Объявили Азербайджану Холодную Войну Они Известны И тут Садхам Я должен Сказать Что официальные Лица Всегда Они как-то Ограничены Тем Что могут Не называть Имена Но Экспертное Сообщество Никогда Вот таких Ограничений Не имело Раз уж Они так Известны Я бы Хотел Все-таки Садхам Ваше мнение Узнать По этому Поводу Что это За страны Которые Нам Объявили Холодную Войну И как Она Вообще Эта Война Протекает На ваш Взгляд Ну Президент Кстати Еще Сказал Такую Очень важную Фразу В целом Наши отношения С Европой С Европейским Союзом Можно считать Позитивными И положительными Это тоже Очень важно И я бы Начала Как раз С этого Я на самом деле Считаю Что Вот фраза О том Азербайджанскую Коалицию Это как раз Второстепенный Акцент А первостепенный Заключается В том Что У нас Хорошие Выстраиваются И позитивные Взаимоотношения С Европой И я думаю Что Азербайджан И дальше Будет Очень правильно Прагматично Учитывая Государственные Интересы Выстраивать Европу В отношения Позитивные Но я думаю Что в данном Случа Конечно Возглавляет Эту коалицию Франция И могу вам Скать Что Ну вот Как мне видится Это из России Да Все-таки Я бы не говорила Что это Франция Я бы говорила Что это Макрон Потому что Франция Традиционно Всегда была Для Азербайджана Дружественной И в общем-то В целом Если вы посмотрите В Франции Вообще Какие-то Метамотопозы Происходят Потому что Какая-то идет Ну С каждым Новым президентом Какое-то Убывание Или Если можно так сказать Деградация Политических Деятелей Потому что Франция Культура Франции И ее Политическая культура Она довольно Интересная Там были Действительно Великие Интересные Политики Но здесь В данном Случа Это просто Человек Который Ну Если так Мягко говоря Пользуется Возможностью Собственных Реализация Собственных Каких-то Интересов Просто Под давлением Армянского Французского Лобби Использует Вот эту площадку Для того Чтобы Решать Какие-то Возможные Даже я говорю Корыстные Собственные Интересы Поэтому Операция Франция И Макрон Вернее Во Франции И не навсегда И операция Конкретно На то Что Какие решения Принимает он Я думаю Это было бы Неправильно И смысла В этом нет В Европе Очень много Стран Которые Очень дружественны Азербайджану И мы знаем Что Ну Открыто Это было сказано В свое время Что Часть этих стран Даже Приглашали В Карабах Для Разного Рода Проектов Поэтому Я думаю Что Здесь Надо Говорить И выстраивать Отношения С теми Кто Сегодня Смотрит На эту ситуацию Трезво И Опираясь Кстати говоря Эти страны Которые Дружественны К Азербайджану Их Немало И опираясь На них Выстраивать Свою Уже Политику С Евросоюзом Ясно Ну Как гражданину Азербайджану Ваша фраза О том Что это Второстепенные Страны Я так понял Францию Вы именно Туда И Причислили Конечно же Это приятно Но С другой стороны Надо понимать Что Франция Одна из двух Вот Сегодняшней Европе Она Одна из двух Стран Ну Во-первых Мне хотелось бы Этого закончится Выбор Европейский Парламент Около Четырехсот Миллионов Европейцев Могут проголосовать За новый Состав Европарламента Мы уже Вчера Об этом Говорили Мы в этом Процессе Не участвуем Но Европейский Парламент Проявляет Бешеный Интерес К нашей Стране Мы видим Вот Эти Резолюции Из года В год И так далее И тут Есть такая Вещь Дело в том Что Большинство Прогнозов Говорят о том Что Крайне правых Что такое Крайне правые Когда мы смотрим Из Баку Это Антимусульманские Это Националистические Круги Это Антимиграционные Круги Это люди Которые хотят Видеть Европу В чистом виде Как они иногда Это говорят И так далее И так далее Поэтому Ну Как бы С одной стороны Может быть Для нас Разницы никакой С этим Европарламентом В текущей форме Мы особо Общего языка Не находим А он еще Станет крайне правым Ну Хорошо это Плохо Каковы ваши ожидания Ну Во первых Очень много клише Это тоже Крайне правые Не знаю Иногда там Кого-то называют Фашистами Да Есть среди них Про фашистские силы Про альтернативы Для Германии Да Ну Связь Не Ну Есть люди Которые Симпатизируют Муссолини То есть Не особо Скрыт Ну Вот Кстати Про Муссолини Вот Мелони Премьер-министр Италии Я совершенно Не согласен С оценками Которые Высказывают Отношения И нее И ее партии Со стороны Либеральной прессы Потому что Вспомним Тоже говорили Что Муссолини Фашистская партия Ну в молодости Там были Ее высказывания Некоторые Но Вы знаете Тоже эволюционировала Она И ее партия Она недавно Сказала Что это Прошлое Которое Никогда не повторится И остается Тоже говорили Что например В отношении Украины У Мелони Там будет Совершенно Другая Политика Не изменилась Политика Италия Продолжает Поддерживать Украину Поэтому Вот эти Атаки Иногда Они Как говорится Со стороны Некоторых Так называемых Экспертов И той Прессы Это Такая Очень Идеологизированная Атака Правый Сектор Скажем Так Правый Сегмент Политический Он Очень Разнообразный Есть Да Действительно Очень Такие Ультра Националистические Силы Антимусульманские Есть Так Скажем Консерваторы Скажем Вот Такого Британского Разлива Без Британии В Европе Но Британского Скажем Вот Это Целое Движение Есть Так Называемая Вот Это Рейган Тэтчер Вот Из Этой Доктрины И Ну Ширак Сам Был Например Во Франции Он Тоже Был Правоцентрист Очевидно Что Прогнозы Показывают Что В Европе Есть Растет Недовольство Растет Недовольство Ус Очень Как Они Говорят Слишком Большим Потоком Мигрантов И Скажем Западное Общество Европейские Общества Скажем Так Они Не Успевают Переварить И Отчасти Вы Знаете Есть У них Определенная Скажем База Или же Аргументы Против Этого Против Скажем Такой Большой Миграции Они В сторону Более Регулируемой Миграции И Очевидно Что На этих Выборах Правые Скажем В целом Они Ну Не скажу Что Победят Но Приобретут Значительные Голоса Хорошо Это Или Плохо Для Нас Для Нас Вы Знаете Я бы Так Сказал Против Азербайджана Если Посмотреть Выступают Две Силы Это Крайне Правые Антимусульманские Силы Так Скажем Которые Видят Скажем Тот же Конфликт С Арменией Как Редикюрус Сульманскую Войну Да И Очень Левые Так Скажем Вот Скажем Социалистического Анархического Разлива Которым Армения Продает Нарратив О том Что Это Тоже Христианская Страна С либеральными Ценностями Атакуемая Там Нефтяной Страной Деспотиями Вокруг Ну Посреди Достаточно Есть Нормальные Силы Скажем Центриста Правой Силы Которые Всегда Относятся К Азербайджану Достаточно Хорошо Опять же У нас Есть Неплохие Отношения С той же Италией С той же Венгрией И Я бы Опять же Атаки Продолжаются И на Там Пример Кстати Там Если Не ошибаюсь Правой Правой Насколько Они Крайние Правые Их Пытаются Назвать Мелони Пытаются Назвать Крайне Правой Я не считаю Что она Крайне Правая Она Ближе Даже К центру То же самое Сейчас Эволюция Происходит С Липен Мари Липен Она Движется Больше К центру Она пытается Отказаться А у Макрона Считается Что обратное Движение Обратное Движение Потому что Он видит Чем недовольны Французы Вот это И тоже Провеет И тоже Провеет Поэтому Я не думаю Что у нас Если будут Какие-то Больше проблем Чем существует Хуже не будет Хуже не будет Точно Я так думаю Понятно А как эта ситуация Выглядит Непосредственно Из России С Адат Ханом Вот этот Европарламент Ну хорошо Не будет он Крайне правым Но будет Однозначно Правым И у нас Такие Мы не понимаем Друг друга Мягко говоря Ну как бы Вы согласны С тем мнением Хуже уже Не будет Или же Все-таки Надо в этом Очередном Электоральном Процессе В Европарламент Искать какой-то Еще и позитив Что ли Я кстати Хочу сделать Ремарку К предыдущему Откету Я не имела Ввиду Что Франция Второстепенная Меня неправильно Поняли Франция Как раз таки Одна из Первостепенных Я говорила Что нужно Выстраивать Со всеми Остальными Странами Позитивные Отношения Которые не являются Далеко не являются Второстепенными То что касается Направления В котором Движется Европарламент Мне кажется Ну Мое такое ощущение Что мало Что будет Для Азербайджана Прямо так Кардинально Меняться От этого Но В любом случае Выстраивать Нужно Отношения Как с теми Так и другими Я кстати По Ле Пен Тоже Согласна С Фарид Малимом Потому что Действительно У нее Было Абсолютно Такой Имидж Такого Радикального Политика Сейчас Этот имидж Прям Очень Не знаю Имиджмейкерами Специальными Людьми Или ей Лично Жестко Нивелируется И она Конечно Центреет Поэтому То что Происходит Сейчас В Европе И действительно Растущие Недовольства Миграция Социальная Очень Проседает Очень Социалка Которой Всегда Славились Основные Германия В частности Это все Конечно Влияет На то Как будет Распределяться Кресло В том числе И среди Политиков И в Европарламенте И кто В итоге Будет Руководить Той или иной Страной Но я не думаю Что нам Прямо Очень сильно Надо Я веду К Азербайджану Очень сильно Нужно На этом Концентрироваться Работать Да Понятно Но я думаю Что эта работа Так и так Ведется В дипломатическом поле Да Ну в принципе О существовании Европарламента Мы могли бы Так и забыть Если бы не Институт Еврокомиссаров При утверждении Которых Европарламент Принимает А именно С ними Нам приходится Работать Фальмэм Я Зачитаю Вам Две новости Дальше Мы Немножко Попытаемся Я открыто Скажу Поспекулятировать Что ли На эту тему 6 июня Создался Телефонный Разговор Между Министром Азербайджан Джейхун Байрам И федеральным Министром Швейцарской Конфедерации Иньяццо Кассиом Ну там Традиционный Коп-29 Дусторонние Отношения Но Дальше Звучит Фраза Помимо всего Прочего В ходе Телефонного Разговора Та же Стоялся Обмен Мнением По региональным Вопросам Предстоящим Взаимный Интерес Это Одна Вторая Новость 6 июня Опять же Министр Иностранных Дел Республики Армения Аратмир Заян Провел Телефонный Разговор С тем же Узнавать Что же У вас Там На Южном Кавказе Происходит Я все Таки Хотел бы Швейцария Это Большей части Известно Как Некая Знаете Многие Годы Последние Десятлетия Площадка На которой Противоборствующие Неприемлющие Друг Друга Силы Могут Встретиться О чем То Поговорить Вот Это Все Такое Совпадение Случайность Вы Готовы Что-то Видеть В этом Звонке Главами Швейцарии И в Ереван И в Баку 6 июня Пожалуйста Ну Швейцария Известно Как Часто Встреча Нейтральная Страна Поэтому Может быть Будет Очередная Встреча На каком Уровне Если С главы МИД То есть Это Продолжение Казахстана А вот Алматы Я правильно Понимаю Мне сейчас Трудно Сказать И вообще Я иногда Вижу Когда я Что-то Говорю Вы знаете Вспоминается В прошлом Я просто Знаю Некоторые вещи И Когда Или я должен Их заранее Говорить И тогда Возникает вопрос Зачем я заранее Об этом говорю Или же Не должен Говорить То есть Мои подозрения Как-то Обоснованы Или я сейчас Придуму У меня нет Комментариев На эту тему Да Ну Я боюсь Что я Как положительный Этот ответ Сейчас Воспринимаю Все-таки Понятно Долго Мы в это Подробно Вдаваться Не будем Но Сахам Есть еще Одна Такая Новость Она мне кажется Несколько Даже Чуть-чуть Немножко Нелепой Из Еревана Опровергли Информацию О готовящем Визите Премьер-министра Армении Никола Пашиняна В Азербайджан Для участия В КОП-29 Вот как это звучит Эксперт Выразил Своё Субъективное Восприятие Не имеющее Ничего общего С рабочей программой Премьер-министра Армении Никола Пашиняна Подобный визит Не запланирован В рабочей программе Премьер-министра Армении Это говорит Пресс-секретарь Пашиняна Назали Багдасаряна Армянскому Информационному Агентству И знаете С учетом того Что официальных Приглашений Не было Никто об этом На официальном уровне Не говорит Они утверждают Что это какой-то Эксперт сказал Но при этом Пресс-служива Премьер-министра Армении Посчитала важным Прокомментировать Этого экспорта Я во-первых Хотел бы узнать Вот знаете Насколько уместно Было с армянской Вообще на это Реагировать Стороны говорят О мире Они говорят Нет не приедем Понятное дело Что у нас нет Мирного документа И я честно говоря Немножко сложно Представляю Визит Пашиняна В Баку Без этого Ну это один момент И второй момент Ну вот когда я вам Зачитал эту новость Ну у вас какая-то Печаль Она вообще возникла Да Вот после этой новости Вы опечалены Вообще Да Я безумно Опечалена Более того Я вам хочу сказать Что Вот знаете Это выглядит Как в анекдоте Типра Армянское радио Если вдруг Вы хотели Нас пригласить То мы не приедем Да Вот зачем Они это сделали Честно говоря Вот так Вы знаете Санан Вообще Как вы знаете Есть Фильм Классика Его все знают И там один герой Говорит Трудно Прогнозировать Логику Или Трудно понять Логику Непрофессионала Вот я бы так Ответила На этот вопрос Потому что Вообще сложно Комментировать Некоторые вот такие вещи Со стороны Армении Когда они начинают Отказываться от чего-то Чего им не предлагали Или соглашаться на что-то О чем не было разговора У меня это Как у журналиста Если говорить Вот о какой-то Такой может быть Ну не такой серьезной Да Вот Не таком серьезном раскладе Этой ситуации У меня это вызывает Такого Ощущения Вброса То есть Вот мы как бы сказали Никто же не будет читая Разбираться Было приглашение или нет Люди прочитают И подумают А ну раз они отказывают Значит их пригласили Да Вот именно Вот именно Не было же никакого приглашения Да Я только так могу это объяснить Что просто это было для Вот Что называется Какой-то Бури в стакане Для вброса Для какого-то такого Вот местечкового обсуждения Сделано Скорее всего Может быть даже Для внутреннего пользования Понятно Да Опять же говорю Насколько было это уместно Если Фаридман захочет Он тоже прокомментировать Дело в том Что в принципе Это международное мероприятие КОБ-29 И Ожидается участие всех стран Без мирного документа Я честно говоря Как-то сложно себе это представлять Мы его Как говорится Дело в том Что приглашаются Как сказать Это мероприятие ООН Участвуют страны Члены Мы Раньше принимали Межуодные мероприятия И они были открыты Армянской делегацией Они иногда Ну не премьер-министра Не премьер Они иногда Решали приехать Да Не приехать Какого-то персонального Месседжа О том Что мы приглашаем Премьер-министра Не было И поэтому Совершенно Вся эта возня Вчерашняя Была неуместна Да Фальмам У нас остается Буквально Одна-полторы минуты У меня будет вопрос К вам По международной повестке Дело в том Что она Разогревается И как бы мы Не говорили Что там Война происходит В Восточной Европе Она нас не касается Мы видим Что там Тонус все-таки Растет Ну Во-первых Президент США Джо Байден Недавно заявил О том Что он Не исключил Что Украину Не примут В НАТО После завершения Конфликта С Россией Но пообещал Продолжать поставки Стране оружия И так далее Ну Во-первых Хотелось бы узнать Ваше мнение Если немножко Таким журналистским Жаргоном Высказываться Ведь Сыр бортов Вся эта история Началась Что они хотят Чтобы Украина Была частью НАТО А сейчас он говорит Вот такое Можно ли Использовать фразу Украину сливает В данном случае Это один Второй момент Вы знаете Как Вот эти разговоры Мы посылаем Какие-то свои войска Туда Со стран НАТО И уже подтверждает Что какая-то часть У них там находится Мало ли Что они там делают Знаете Как Россия проводит Какие-то Вот В сфере ядерных Ну Не скажу Что испытания Но определенные Там они задействовали И так далее Все-таки Вот с точки зрения Этой войны Ближайшее время В это лето Это нас как-то Вот Приближает Какой-то Ядерной войне Не приближает По что это все Превращается Здесь очень много Вопросов Конечно А времени у нас мало А у нас сколько Минуты? Два Полторы минуты Полторы минуты А Ну Знаете В свое время Президент Тоже 23 апреля Выступая Сказал Что Войну Можно было Избежать И Я полностью Согласен Сейчас просто Опять же Нет времени Все это Анализировать А вот это Заявление Еще в 2008 году Что Украина Хочет стать НАТО Да Она хочет стать Им Должна Вот это Подталкивание А потом Сейчас Этот месседж Мне кажется Байден Он направлен В сторону России Что у нас Нет намерения Принять Украину В НАТО И может быть Это месседж Что как-то Надо договариваться Я так это читаю И вместе с тем Учитывая Что последние месяцы Украина Начала терять земли На востоке Дополнительно И из-за того Что произошла Задержка с помощью Вместе с тем Мы видим Сейчас уже Все на западе И США И другие союзники По НАТО Они отправляют помощь Франция заявила Что миражи Будет поставлять Старенькие То есть вместе с тем Показывают Что мы Не откажемся От помощи Мы будем стоять На стороне Украины И не дадим Ее Дать поражение Поэтому вопрос Что надо как-то Договариваться Вот я так читаю Опять же Времени мало Там нужен Больше анализ По поводу Ядерной войны Честно говоря Часто сравнивают Что ситуация Похожа То что было До Второй До Первой Мировой войны Да Но один но Ни в Первой Ни в Второй Мировой войны Не было ядерного Оружия И применение Ядерного оружия Мне кажется Это просто Немножко и блеф Потому что Надо понять Что Это все Мир не будет прежним Серьезные последствия Кто первым Применит Ядерное оружие Пускай она будет Тактическим Или же Да Это и гонку Вооружение приведет И так далее Ну что ж Уважаемые гости К сожалению Эфирное время у нас Пошло к концу Я благодарю вас За участие Нашим зрителям Все это время В студии Наши вопросы Отвечал Председатель Правления Центра анализа Международных отношений Фрейд Шофиев Поэтому большое спасибо А по зуму Из России С нами общалась Директор павильона Азербайджан На БДНХ Садат Кадырова Садат Ханум Вам тоже большое спасибо 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 Я напоминаю В эфире телеканала СБС Была общественно-политическая Передача Актуальна сегодня Я ее ведущий Саназов До свидания До новых встреч Субтитры подогнал «Симон»